Легенда о Загенфельде в Германии Не вошло в книгу «Пешком по Европе», так как возникло сомнение в подлинности легенды, и я не мог в то время представить достаточно убедительных доказательств. Марк Твен Более тысячи лет назад здесь было королевство, совсем крошечное, правда, можно даже сказать игрушечное, но королевство. В этих краях люди не знали ни интриг, ни соперничества, ни междоусобиц, ни прочих треволнений смутного старого времени, и потому жизнь их текла тихо и спокойно, и граждане королевства были самым добрым и простодушным народом на земле. Здесь старели мир и покой, и жителям чужды были корысть и честолюбие, а значит, не было места зависти, и все были счастливы и довольны. Когда пришло время, старый король умер, и его малолетний сын Гударт зашел на престол. Народ души не чаял в новом короле, он был так добр, так чист с сердцем и так благороден, что любовь народа к нему, возрастая с каждым днем, превратилась в настоящую страсть. Народ боготворил его. Когда он родился, звездочеты тщательно изучили расположение небесных светил, и вот что они прочли в звездной книге. На четырнадцатом году жизни Губерта произойдет событие, чреватое серьезными последствиями. Живая тварь, голос которой покажется Губерту самым прекрасным на свете, спасет ему жизнь. Пока король и народ будут чтить всю ее породу, древний королевский род не иссякнет, и страна не будет знать ни войн, ни мора, ни нужды. Но беда, если король ошибется в выборе. Когда молодому королю пошел тринадцатый год, его подданные потеряли покой. Один единственный вопрос без конца обсуждался придворными звездочетами, государственными чиновниками и простым народом. Как понять последнюю фразу пророчества? Из всего сказанного как будто следует, что тварь, которая спасет жизнь королю, сама даст о себе знать в нужную минуту. Однако заключительные слова могут означать, что король должен заблаговременно решить и объявить народу, чей голос более всего радует его слух. И если решение его будет мудрым, это существо спасет ему жизнь, спасет династию и народ, но если он ошибется в выборе, быть беде. Год подходил к концу, а споры все продолжались. Однако большинство мудрецов да и простаков склонялось к тому, что благоразумнее всего молодому королю заранее сделать выбор, и чем скорее, тем лучше. И вот был издан и разослан указ, предписывающий всем гражданам, владельцам животных и птиц, обладающих приятным голосом, доставить он их в большой зал королевского дворца утром в день рождения Его Величества. Королевское повеление было исполнено. Когда все было готово, король торжественно вступил в зал, сопровождаемый верховными сановниками королевства, облаченными в пышные одежды, соответственно, своему сану. Король взошел на трон и приготовился вынести свое суждение. Но, послушав немного, он сказал, — Они все подают голос сразу. Шум просто невыносимый. Как же тут выбрать? Уберите их всех отсюда, и пусть появляются по одному. Так и поступили. Певчие птицы одна за другой услаждали слух юного короля, и одну за другой их уносили обратно, освобождая место для следующего претендента. Текли драгоценные минуты, но как трудно было выбрать лучшего среди стольких сладкоголосых певцов, тем более, что за ошибку была обещана столь суровая кара. И молодой король не знал, как ему быть, боялся довериться собственным ушам. Он совсем растерялся, и на лице у него было написано «страдание». Министры заметили это, ведь они ни на минуту не спускали с него глаз и стали говорить про себя. Мужество покинуло его. Он утратил способность судить хладнокровно. Он, конечно, ошибется. Он сам, династия и весь народ обречены. Так прошло около часа, и, наконец, король после недолгого молчания сказал «Принесите снова коноплянку». И опять зазвенели ликующие трели коноплянки. Король уже готов был поднять скипетр в знак того, что выбор сделан, но сдержался и сказал «Давайте все же проверим. Принесите дрозда. Пусть они поют вместе». Дрозда принесли, и обе птахи стали выводить самые прекрасные свои рулады. Некоторое время король колебался. Затем, судя по выражению его лица, он стал склоняться к какому-то решению. Надежда вновь пустила ростки в сердцах старых министров. Кровь быстрее заструилась в их жилах. Королевский скипетр начал медленно подниматься, как вдруг. Какой ужас! У самых дверей раздался рев. «Я! Я! Я!» Все перепугались, и каждый рассердился на самого себя, что не сумел этого скрыть. Тут в зал бежала прихорошенькая, примиленькая деревенская девочка лет девяти. Ее карие глаза задорно сияли, но увидев вокруг себя, сердитые физиономии высокопоставленных персон, она замерла на месте, потом опустила голову и закрыла лицо грубым передником. Никто с ней не заговорил, никто не пожалел ее. Тогда она подняла полные слез глаза и робко сказала. «Мой король и повелитель, прости меня, пожалуйста, я не хотела сделать ничего дурного. У меня нет ни отца, ни матери, но у меня есть коза и осел, и они мне дороже всего на свете. Моя козочка дает мне сладкое молоко, а когда мой милый ослик кричит, мне кажется, я слышу прекраснейшую музыку. Его превосходительство королевский шут сказал, что животное, у которого самый красивый голос, спасет корону и государство. Вот я и подумала, что мне нужно привезти его сюда, и... Высокое собрание разразилось с грубым хохотом, и девочка с плачем выбежала из зала, так и не договорив. Первый министр лично распорядился, чтобы девчонку с ее ужасным ослом выгнали вон из дворца, высекли и спредь не подпускали на пушечный выстрел. Испытание певчих птиц возобновилось. Дрозд и коноплянка старались изо всех сил, но скипетр в руках короля оставался неподвижным. Распустившееся было в сердцах присутствующих надежды снова увяли. Прошел еще час, два часа, а король все не мог принять решение. День клонился к вечеру, и народам, толпившимся вокруг дворца в ожидании королевского суда, овладели тревога и беспокойство. Поступили сумерки. Тени все больше сгущались. Короли его свита уже не различали лиц друг друга. Никто не произносил ни слова, никто не приказал зажечь свечи. Великое испытание закончилось. Ничего из него не вышло. Придворные прятали лица, стараясь скрыть охватившую их тревогу. И вдруг чул, могучие чистые звуки божественной мелодии полились из дальнего угла зала. Соловей. — Довольно! — воскликнул король. — Звоните во все колокола. Пусть народ знает, что выбор сделан, и мы не ошиблись. Король, династия и нация спасены. И пусть отныне соловья чтут во всем королевстве. Возвестите народу. Любой, кто посмеет обидеть соловья, поднять на него руку. Будет предан смерти. Так сказал король. Все маленькое королевство было пьяно от радости. Перед королевским замком и на улице города всю долгую ночь пылали костры. Народ танцевал, пил и пел. И до утра не смолкал торжествующий перезвон колоколов. С этого дня соловей стал священной птицей. Его песни слышны были в каждом доме. Поэты слагали стихи в его честь. Художники рисовали его. Его лепное изображение красовалось на всех арках, башенках, фонтанах и на фронтонах общественных зданий. Он даже присутствовал на всех заседаниях королевского совета. И ни один вопрос государственной важности не решался до тех пор, пока придворные мудрецы не изложат его перед соловьем и не переведут министром. Что именно спел соловей в ответ? Молодой король был страстным охотником. Когда наступило лето, он взял однажды сокола и собаку и отправился на охоту в сопровождении своей блестящей свиты. В лесу он и сам не заметил, как отдалился от остальных. Он попытался найти их, выбрав, как ему казалось, кратчайший путь, но ошибся. Он все ехал и ехал, сначала полной надежды, но под конец мужества стало изменять ему. Спустились сумерки, а он все плутал в безлюдных и незнакомых местах. И тут случилось несчастье. В темноте он направил своего коня сквозь густую чащу кустарника, росшего по самому краю крутого каменистого обрыва. И вот и кони, всадник, оказались на дне оврага. У лошади была сломана шея, а у короля — нога. Бедный маленький король лежал на земле, страдая от мучительной боли, и каждый час казался ему длиннее месяца. Он чутко прислушивался, не раздаст ли какой-нибудь звук, который сулил бы ему надежду на спасение. Но не слышно было ни человеческого голоса, ни охотничьего рога, ни лая собак. В конце концов он потерял всякую надежду и сказал, — Раз уж мне суждено умереть, пусть скорее приходит смерть. И в ту же минуту сладкая, нежная, славиная песнь сколыхнула безмолвие ночи. — Я спасен, — сказал король, — спасен. Это священная птица, предсказание сбывается. Сами боги помогли мне сделать правильный выбор. Он не мог сдержать радостного волнения, не знал, как выразить переполнявшие его чувства. Каждую минуту ему казалось, что он слышит приближение избавителей, и каждый раз его постигало разочарование. Избавление не приходило, тоскливые часы тянулись бесконечно, помощь не появлялась, а священная птица все пела и пела. В душе короля зашевелились сомнения. Быть может, он ошибся в выборе, но он подавил их. Перед рассветом соловей замолк. Наступило утро, король почувствовал голод и жажду, а спасение все не шло. Новый день подходил к концу, и король, наконец, проклял соловья. И тут же в лесу раздалось пение дрозда. Король сказал себе, — Вот та самая птица! Я ошибся в выборе. Теперь придет избавление. Но избавление не приходило. Король лишился чувств и пролежал много часов без сознания. Когда он пришел в себя, пела коноплянка. Он слушал ее уже равнодушно, он больше ни во что не верил. От этих птиц помощи не дождешься, — думал он. Я, мое королевство и мой народ обречены. И он приготовился умереть. Он очень ослабел от голода, жажды и мучительной боли, и чувствовал, что конец его близок. Ему даже хотелось умереть, чтобы избавиться, наконец, от страданий. Долгие часы лежал он без мыслей, без чувств, без движения. Но потом снова очнулся. Занималось заря третьего дня. Измученному мальчику мир показался таким прекрасным, и внезапно страстное желание жить вспыхнуло в его сердце. Из глубины его души излилась горячая мольба. Он молил небеса сжариться над ним и позволить ему еще раз увидеть родной дом и друзей. В эту минуту откуда-то издалека донесся слабый-слабый, еле слышный звук. Но как сладок, как невыразимо приятен был этот звук, как жадно вслушивался в него король. Да, этот крик прекраснее, в тысячу раз прекраснее пения соловья, и дрозда, и коноплянки. Он несет не только надежду, но и уверенность в близком избавлении. Теперь я и вправду спасен. Священный певец сам дал о себе знать, как и предсказывали звездочеты. Прорицание сбылось. Моя жизнь, моя династия, мой народ спасены. Отныне священным животным королевством будет осен. Божественные звуки приближались. Становились все громче. Для несчастного страдальца они звучали волшебной музыкой. Вот уже маленькое послушное животное спускается по склону оврага, пощипывая траву и продолжая кричать «Ига! Ига! Ига!». Увидев мертвую лошадь и раненого короля, осел подошел ближе и с простодушным и трогательным любопытством обнюхал их. Король погладил его, ослик опустился на колени, как обычно делал, когда его маленькая хозяйка хотела прокатиться верхом. С величайшим трудом, превозмогая боль, взобрался мальчик ему на спину и ухватился за большущие ослиные уши. С криком «Ига! Ига! Ига! Ига!» Осел тронулся в путь и привез короля прямо к хижине, где жила маленькая деревенская девочка. Она уложила короля на свой соломенный тюфячок, напоила его козьим молоком и побежала сообщить замечательную весть какому-нибудь из отрядов, посланных на розыске короля. Король выздоровел и первым делом провозгласил осла священным и неприкосновенным животным. Затем он распорядился ввести своего спасителя в состав кабинета и сделать его первым министром королевства. И, наконец, он приказал уничтожить все изображения соловья и заменить их портретами и статуями священного осла. В заключение он объявил, что когда приютившей его девочке исполнится пятнадцать лет, он сделает ее своей женой и королевой, и он сдержал свое слово. Такова легенда. Она объясняет, почему полустершиеся изображения осла украшают все эти ветхие стены и арки. Она объясняет также, почему из столетия в столетие в этом королевстве, да и в большинстве других, кабинет министров по сей день возглавляет осел. И, наконец, на протяжении многих веков все замечательные поэмы, речи, книги, публичные выступления и все королевские указы начинались с волнующих слов «Ига! Ига! Ига! Ига!» Об искусстве рассказа Юмористический рассказ как чисто американский жанр. Его отличие от комического рассказа и анекдота. Я не утверждаю, что умею рассказывать так, как нужно. Я только утверждаю, что знаю, как нужно рассказывать, потому что в течение многих лет мне почти ежедневно приходилось бывать в обществе самых умелых рассказчиков. Рассказы бывают различных видов, но из них только один по-настоящему труден — юмористический рассказ. О нем, главным образом, я и буду говорить. Юмористический рассказ — это жанр американский, так же, как комический рассказ — английский, а анекдот — французский. Эффект, производимый юмористическим рассказом, зависит от того, как он рассказывается, тогда как воздействие комического рассказа и анекдота зависит от того, что в нем рассказано. Юмористический рассказ может тянуться очень долго и блуждать вокруг да около, пока это ему не прискучит, и в конце концов так и не прийти ни к чему определенному. Комический рассказ и анекдот должны быть короткими и кончаться солью, изюминкой. Юмористический рассказ мягко журчит и журчит себе, тогда как другие два должны быть подобны взрыву. Юмористический рассказ — это в полном смысле слово произведение искусства, искусства высокого и тонкого, и только настоящий артист может за него браться. Тогда как для того, чтобы рассказать комическую историю или анекдот, вообще никакого искусства не нужно, всякий может это сделать. Искусство юмористического рассказа, заметьте, я имею в виду рассказ устный, а не печатный, родилось в Америке. Здесь оно и осталось. Юмористический рассказ требует полной серьезности. Рассказчик старается и вида не подать, будто у него есть хоть малейшее подозрение, что рассказ смешной. С другой стороны, человек, рассказывающий комический рассказ, заранее говорит вам, что смешнее этой истории он в жизни ничего не слыхал, и он рассказывает ее с огромным наслаждением, а, закончив, первый разражается смехом. Иногда, если рассказ ему удается, он так радуется и так ликует, что снова и снова повторяет соль рассказа и заглядывает в лица слушателям, пожиная аплодисменты, и потом снова повторяет все сначала. Зрелище довольно жалкое. Очень часто, конечно, нестроенный и беспорядочный юмористический рассказ тоже кончается солью, изюминкой, гвоздем, или как там угодно вам будет это назвать. И тогда слушатель должен быть на чеку, потому что рассказчик здесь всячески старается отвлечь его внимание от этой соли и роняет главную фразу «так это невзначай», безразлично, делая вид, будто он и не знает, что в ней вся соль. Артемис Уорд часто использовал этот прием, и когда шутка вдруг доходила до зазевавшейся аудитории, он с простодушным удивлением оглядывал слушателей, как будто не понимая, что они там нашли смешного. Дэн Сэтчелл пользовался этим приемом еще раньше Уорда, а Най, Райли и другие пользуются им и по сей день. Зато уж рассказывающий комический рассказ не скомкает эффектную фразу, он всякий раз выкрикивает ее вам прямо в лицо, а если рассказ его печатается в Англии, Франции, Германии или Италии, он выделяет эту фразу особым шрифтом и ставит после нее кричащие восклицательные знаки, а иногда еще и объясняет суть дела в скобках. Все это производит довольно гнетущее впечатление, хочется покончить с юмористикой и вести пристойную жизнь. Давайте рассмотрим метод комического рассказа на примере одной истории, которая пользовалась популярностью во всем мире в последние 1200-1500 лет. Она была рассказана так. Раненый солдат В ходе некой битвы солдат, чья нога была оторвана ядром, возвал к другому солдату, поспешавшему мимо, и, сообщив ему о понесенной утрате, просил доставить его в тыл, на что доблестный и великодушный сын Марса, взвалив несчастного себе на плечи, приступил к исполнению его желания. Пули и ядра проносились над ними, и одно из последних внезапно оторвало раненому голову, что, однако, ушкользнуло от внимания его спасителя. А вскоре последнего окликнул офицер, который спросил, — Куда ты направляешься с этим Туловым? — В тыл, сэр. Он потерял ногу. — Ногу? Неужто? — ответствовал изумленный офицер. — Ты хотел сказать голову, болван? Тем временем солдат, освободивший себя от ноши, стоял, глядя на нее в совершенном замешательстве. Наконец он произнес. — Так точно, сэр. Так оно и есть, как вы сказали. И, помолчав, добавил. — Но он-то сказал мне, что эта нога... Здесь рассказчик раздражается взрывами громового лошадиного ржания, следующими друг за другом с короткими перерывами, и сквозь всхлипывания и выкрики и кашель повторяет время от времени коронную фразу анекдота. Этот комический рассказ можно рассказать за полторы минуты, а можно бы и вообще не рассказывать. В форме же юмористического рассказа он занимает десять минут, и так, как его рассказывал Джеймс Уитком Райли, это была одна из самых смешных историй, которые мне когда-либо приходилось слышать. Он рассказывает ее от лица старого туповатого фермера, который только что услышал ее впервые. Она показалась ему безумно смешной, и теперь он пытается пересказать ее соседу. Но он не может вспомнить ее целиком, у него все уже перепуталось в голове, и вот он беспомощно блуждает вокруг да около и вставляет нудные подробности, которые не имеют никакого отношения к повествованию, и только замедляют его. Он добросовестно освобождает рассказ от этих подробностей и вставляет новые, столь же излишние, делает время от времени всякие мелкие ошибки и останавливается, чтобы исправить ошибку и выяснить, как получилось, что он ошибся, и вспоминает мелочи, которые он забыл привести в нужном месте, и теперь возвращается назад, чтобы вставить эти детали в рассказ, и прерывает повествование на довольно значительное время, чтобы припомнить, как звали солдата, который был ранен, а потом вспоминает, что имя его и не упоминалось вовсе, и тогда спокойно замечает, что имя, впрочем, и не имеет значения. Вообще-то, конечно, лучше было бы знать и его имя тоже, но в конце концов это несущественно и не так важно, и так далее, и тому подобное. Рассказчик простодушен и весел, и страшно доволен собой, и все время вынужден останавливаться, чтобы удержаться от смеха, и ему это удается, но тело его сотрясается, как желе, от едва сдерживаемых всклипываний. И к концу этих десяти минут зрители изнемогают от смеха, и слезы текут у них по щекам. Рассказчик в совершенстве передал простодушие, наивность, искренность и естественность старого фермера, и в результате мы присутствуем на представлении изысканном и чарующем. Это искусство, искусство тонкое и прекрасное, и только художник может им овладеть, тогда как другие виды рассказов могла бы исполнять и машина. Нанизывание несуразиц и нелепостей, беспорядки и зачастую без всякого смысла и цели, простодушное неведение того, что это бессмыслица, на этом, сколько я могу судить, основано американское искусство рассказа. Другая его черта — это то, что рассказчик смазывает концовку, содержащую соль рассказа. Третья — то, что он роняет выношенную им остроумную реплику, как бы ненароком, не замечая этого, будто думая вслух. Четвертое — это пауза. Артемис Ворд особенно широко использовал третий и четвертый приемы. Он с большим воодушевлением начинал рассказывать какую-нибудь историю, делая вид, что она ему кажется страшно интересной. Потом говорил уже менее уверенно, потом наступало рассеянное молчание, после которого он, как будто рассуждая сам с собой, ронял фразу, не имеющую ничего общего с тем, о чем он говорил раньше. Вот она-то и была рассчитана на то, чтобы произвести взрыв, и производила. Например, он начинал захлебываясь, возбужденно рассказывать. — Вот, я знал одного типа в Новой Зеландии, у которого во рту ни единого зуба не было. Здесь возбуждение его угасает, наступает молчание. После задумчивой паузы он вяло произносит, как будто про себя. И все же никто лучше его не играл на барабане. Пауза — это прием исключительной важности для любого рассказа, и к тому же прием, употребляющийся в рассказе неоднократно. Это вещь тонкая, деликатная, и в то же время вещь скользкая, предательская, потому что пауза должна быть нужной продолжительности, не длиннее и не короче, иначе вы не достигнете цели и только наживете неприятности. Если сделать паузу слишком длинной, то вы упустите момент. Слушатели успеют смекнуть, что их хотят поразить чем-то неожиданным. Уж тогда вам, конечно, не удастся их поразить. Мне приходилось рассказывать с эстрады страшную негритянскую историю, которой прямо перед коронной фразой была пауза. Так вот, эта пауза и была самым важным местом во всем рассказе. Если мне удавалось точно рассчитать ее продолжительность, то я мог выкликнуть концовку достаточно эффектно, для того, чтобы какая-либо впечатлительная девица из публики издала легкий вскрик и вскочила с места. А этого я и добивался. История эта называлась «Золотая рука», и рассказывали ее следующим образом. Можете и сами попрактиковаться, но следите, чтобы пауза была должной длины. Золотая рука Жил, да был это, значит, в самых прериях один старый злый день. И жил он один, совсем один, только что вот жена. Ну, а погодя немного, и жена померла у него. И он понес ее, понес далеко, в прерии, и там закопал. А у нее, значит, одна рука была золотая, ну, чистое золото, от самого плеча. А он был в страх, какой жадный. До того это, значит, жадный, что целую ночь после этого не мог уснуть. Так ему хотелось эту руку себе взять. И вот в полночь чувствует, но нет просто больше его мочи. И тогда он встал, встал это, значит, взял в свой фонарь и пошел. А на двери метель была, метель. Пошел и выкопал ее из могилы, и забрал ее золотую руку. А после так вот догнул голову против ветра и побрел, побрел, побрел через снег. И вдруг как остановится. Здесь нужно замолчать с испуганным видом и начать прислушиваться. А после и говорит. Господи божий милостивый, что же это такое? Слушал он, слушал, а ветер все жужжит. Здесь стисните зубы и подражайте жалобному завыванию ветра. А потом с того, значит, боку, где могила Голос, даже не голос, а будто ветер в перемешку с голосом Толком не поймешь даже, что к чему Кто взял мою золотую руку Кто взял мою золотую руку Здесь вы начинаете дрожать всем телом Он задрожал и затрясся и говорит О, Господи! Тут ветер задул его фонарь, а снег, значит, в лицо ему налепился так, что прямо дышать нельзя И он заковылял по колено в снегу, к дому, чуть жив А после снова, значит, услышал голос и пауза Теперь этот, значит, голос прямо за ним идет — Блин, кто взял мою золотую руку? А когда, значит, дошел он до выгона, то опять слышит голос еще ближе, все ближе и ближе, а кругом и буря, и тьма кромешная, и ветер, повторите завывание ветра и голос. Добрался он, это, до дому, и скорее наверх, хлоп в постель, и накрылся одеялом с головой, и лежит, значит, дрожит весь и трясется, и потом слышит, оно тут в темноте, все ближе и ближе, а потом слышит, здесь вы замолкаете и прислушиваетесь со спуганным видом. Топ, топ, топ поднимается по лестнице, а потом замок щелк, и тут уж он понял, что оно в комнате, а потом он почуял, что оно у его кровати стоит, пауза, а после почуял, что оно над ним наклоняется, наклоняется, у него аж дух занялся от страха, а потом, потом что-то холодное прямо около лица, пауза, а после, значит, голос прямо ему в ухо, кто взял мою золотую руку, вы должны правыть эту фразу особенно жалобно и укоризненно, после чего нужно немигающим тяжелым взглядом остановиться на лице какого-нибудь наиболее захваченного рассказом слушателя, лучше всего слушательницы, и подождать, чтобы эта устрашающая пауза переросла в глубокое молчание. И вот когда пауза достигнет должной продолжительности, нужно неожиданно выкрикнуть прямо в лицо этой девицы «Ты взяла!» И тогда, если пауза выдержана правильно, девица издаст легкий виск и вскочит с места сама не своя. Но паузу нужно выдержать очень точно. Вот попробуйте, и вы убедитесь, что это самое хлопотное, тяжкое и неблагодарное дело, каким вам приходилось заниматься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!